Библийский послание Вспоминание о том, когда вас забыли, может быть, когда-то в школе, в классе, вас забыли или в другом месте, и вы себя очень плохо почувствовали или паниковали, именно потому что о вас забыли. Вспоминаю такой частый случай, когда ребенок оставлен в перегретой машине, пока родители закупаются в магазине. Также вспоминаю, как однажды мне сказал человек, обо мне всегда думают, когда я нужен, когда я могу чем-то помочь, но никто никогда не интересуется тем, как у меня дела. Этот человек ощущал себя действительно забытым, кроме как тогда, когда необходима была его помощь. Или же вспоминаю историю о женщине, которую однажды нашли мертвой в доме, так как все о ней забыли. Послушайте, пожалуйста, слово из книги пророка Исаии. С 39-й главы до конца книги пророк Исаии дает невероятное слово ободрение и глубокого утешения. На протяжении истории еврейского народа он дает слово утешение, относящееся к грядущим событиям, актуальное во все времена. Именно в этом тексте, в 49-й главе, Бог ставит Себя на место народа и говорит через пророка, «Асион говорил, оставил меня Господь». «И Бог мой забыл меня, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Вот я начертал тебя на ладонях моих». Это мне напоминает историю про маму, которая убиралась в доме. На втором этаже спал ее наборожденный ребенок. Вдруг она почувствовала запах горелого, и за считанные минуты дом наполнился дымом. Женщина тут же поднялась наверх, чтобы спасти ребенка. Комната, где лежал младенец, уже была объята пламенем. Части потолка падали на кроватку, и она руками, своими руками убирала горящие предметы, а затем взяла ребенка и убежала вниз, чтобы спастись. Она спасла ребенка, но шрамы навсегда остались на ее руках. Ее руки были сожжены. Библия говорит, что Христос все еще носит на своих руках и ногах следы своей любви по отношению к нам. Он был распят. Гвозди пронзили, его руки и ноги. В Библии ясно говорится о том, что единственное, рукотворное, что найдем мы на небесах, это следы на руках и ногах Иисуса. Итак, Бог не может вас забыть. Он не может забыть, что Он сделал ради вас. Вы настолько ценно и дороги, и путь нашего спасения был настолько важен, что Христос согласился быть распятым и понести наши грехи, чтобы спасти нас. Он навсегда носит эти следы на Своем теле, даже на небесах. Мы начертаны на Его ладонях. Библия также говорит, что Христос ходатайствует за нас. Об этом написано в послании к римлянам, восьмой главе. Христос ходатайствует за нас. То есть, Он произносит ваше имя. Да. Именно ваше имя Он произносит с любовью и страстью. Он с любовью произносит ваше имя перед Отцом. Он ходатайствует за вас, молится за вас. Он носит вас на своих руках и плечах, точно так же, как когда-то первосвященник. Носил народ Израиля на своим сердцем и на своих плечах. Он ходатайствует и выступает за вас, перед Отцом. Это прекрасно и весьма удивительно. Я завершаю словами апостола Павла из послания к римлянам. Это восьмая глава. Как я уже сказал, именно в этой главе написано о том, что Христос ходатайствует за нас. Вот что еще написано. Кто отлучит нас от любви Божией. Иногда создается впечатление. Мы ощущаем, нам кажется, вот именно кажется, что Бога нет рядом. На кресте Иисус сказал, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Есть чувство потери, отстранения, которое может овладеть нами, которое овладело Иовом, Иосифом и другими библейскими персонажами. Иногда мы проходим такие периоды, но Библия утверждает, кто отлучит нас от любви Божией. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Перечисляются всякие опасные, трудные ситуации, но в этом всем мы более чем победители, потому что есть привязанность. Бог обещает привязать себя к нам. Он любит нас, безусловно, и не может нас забыть. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Это слово пребывает во мне. Я бы так хотел, чтобы оно породило веру в вас, говорил о вам о благодати, и чтобы вы больше никогда не забывали о том, что Бог думает о вас. Он не может вас забыть. Вы начертаны на его сердце и на его ладонях. Он ходатайствует за вас. Вы дороги ему. Будьте благословены. Ожидаю новой встречи с вами, с новым посланием. Бог не забывает о вас. Он не может вас забыть. Об этом было сегодняшнее послание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова